Если со сроками по завершению первого этапа переселения все более-менее радужно, то по-другому ситуация обстоит с ремонтными работами на дорогах, в частности, в столице республики. 31 октября завершился строительный сезон. Соответственно, по графику должны были закончиться и ремонтные работы на дорогах. В этом году в Якутске дорожники построили и отремонтировали почти 8 километров полотна. Всего же в 2017 в Якутии выделили свыше 20 миллиардов рублей на развитие дорожного хозяйства. Это на 10% больше, чем в 2016. Деньги, понятное дело, пошли как на ремонт федеральной автодороги, региональных автодорог и на субсидии местным бюджетам. По последнему пункту направили почти полтора миллиарда рублей. В том числе, часть средств получила и столица региона. Стоимость всех ремонтных работ в этом году в Якутске превысила 1 миллиард. И из своего бюджета Якутск выделил около 550 миллионов. Городская администрация разработала и план на следующие 4 года. Он прошел общественные обсуждения. По предварительным объемам на ремонт 73 объектов дорожной сети города потребуется более 4,5 миллиардов рублей. Работу эту будут проводить с 2018 по 2022 годы. Ну а в этом году сезон завершился. Однако в Якутске дорожники все еще продолжают работать. При этом сроки сорвал всего лишь один из этих объектов. Какой? Узнаем в следующем материале. В этом сезоне отремонтировали 13 дорог. Среди них улицы Чернышевского, Черяева, Уткино, круговая на пересечении Кальвица, Жарницкого, Свердлова и Пирогова, а также подъездная дорога к медцентру. Сегодня из 13 дорог незавершенной остается только круговая развязка на пересечении улицы Жарницкого, Хатынурягского и объездного шоссе. Сейчас она закрыта. Дорожники обещают закончить все работы и открыть дорогу в середине ноября. Объездное шоссе у нас остается закрытым. Из-за того, что мы кольцо асфальтировать закончили, осталось перенести воздушные линии. Это две опоры попадают у нас на кольцо. И в целях безопасности мы пока держим его закрыты. Сейчас в данный момент проводятся работы по выносу кабельных линий подземных. Эти работы на завершающем стадии. Далее мы будем переключать воздушную линию на кабель. И тогда сможем демонтировать воздушную линию. И тогда уже откроем полностью данную дорогу. Объездная дорога расширена до четырехполосной. Буквально на днях на этом участке закончат монтировать дорожное освещение. Мы здесь работаем каждый день с утра до вечера. Из-за холода темпы работы замедлились. Но мы намерены закончить эти выходные. Также нам здесь мешают продавцы машин, которые стоят на обочине дороги. И прикрывают проезд столбам. Несмотря на то, что проезд закрыт, авторынок все же работает. Что касается остальных дорог, то они все были сданы в срок. В целом, как говорят в управлении дорог, этот строительный сезон выдался плодотворным. Основные сложности возникли лишь осенью. Частые дожди мешали укладке асфальта. Однако все помехи были вовремя устранены. В следующем году в Якутске планируется ремонт около 15 дорог. Самые проблемные участки, которые попали в план 18-го года, улица Яковского попала. Улица Жарницкого попала. Второй участок – это улица Строителей до улицы Кальвиц. Также планируется начать капитальный ремонт улицы Бестужева-Марлинского. От улицы Кальвиц до улицы Авиационная. Эти три объекта были у нас в числе лидеров по карте интерактивной ОНФ, убитые дороги в республике Саха-Якутия. Учитывая мнение горожан, было принято решение о том, чтобы данные участки дороги попали на следующий год. Тем временем на улицах Якутска заработали новые камеры фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Дополнительные камеры установили и включили на пяти опасных перекрестках города. Всего в республике автоматизированных комплексов выставлено 48 единиц. В городе Якутске дополнительно выставлены автоматизированные комплексы на пяти перекрестках. Это по принципу Петровско-Аюнского, значит, выставлены комплексы Лермонтова-Кирова, Лермонтова-Петра-Алексеева, Лермонтова-Дзержинского, Дзержинского-Кальвиса и Дзержинского строителей. То есть пять перекрестков уже перекрыты автоматизированными камерами. Еще пять камер до конца года появятся на скоростных прямолинейных трассах. Скоростной режим будет контролироваться на улицах Автодорожная, Чернышевского, Вилюйский и Покровский тракт, а также автострада «50 лет октября». Кроме нарушений правил дорожного движения, эти камеры по госномерам оперативно выявляют автомашины, находящиеся в розыске. Всего до 2022 года по всей республике камерами фото- и видеофиксации будет охвачено 67 участков, из которых 37 будут в Якутске. Также основное внимание будет уделено федеральным дорогам, где установят передвижные и стационарные комплексы. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Владимир Таюрский, Якутия. День за днем.